Люди жили в бараках в микрорайоне Мамайка на улице Загородная. Муниципалитет купил им квартиры в новостройке на улице Альпийской. На церемонию пригласили и будущих новоселов. Все они живут, как отметил глава города, в нечеловеческих условиях. У одних со стен уже сыпется штукатурка, у других проваливается пол. Каждый из тех, кто пришел на встречу, смог задать интересующий вопрос по переселению. В частности, сочинцев интересовало, сколько им выделят квадратных метров в новой квартире и в каком районе будет расположен дом. Я, как мэр, старался и буду стараться, чтобы люди, которые живут в микрорайоне, скажем, центральном районе, чтобы они получали жилье в Центральном, либо там Костинском, но чтобы недалеко, чтобы не получалось так, чтобы с Центрального переезжать в Лазерик или с Лазерики в Центральный. Глава города напомнил, что согласно 185-му постановлению правительства России, новоселам дают столько же квадратных метров, сколько у них было официально зарегистрировано в старой квартире, но не менее норматива – 34 квадратных метров. При этом у людей сохраняется право на место в очереди для увеличения жилплощади. На курорте проект по переселению из ветхого и аварийного жилья действует с 2010 года. За это время муниципалитет уже расселил более 700 квартир из старых домов. На следующий год новоселами станут...